Марина Таубер остается под домашним арестом. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов Таубер, которые требовали пересмотреть решение суда сектора ЧК на помещении депутата под домашний арест еще на 20 суток. Обвинения считают, что Таубер может повлиять на ход дела, находясь на свободе. Страна защиты настаивает на неновности своего клиента и политическом характере уголовного дела. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда сектора ЧК на применение в отношении Марины Таубер меры пресечения в виде домашнего ареста до 30 июня. Решение необоснованное и незаконное. Это продолжение давления на меня лично и на всю партию ШОР, как и на нашего лидера. Мы с вами являемся свидетелями очень грязной политической борьбы, которую ведет партия власти и лично Майя Санду. Прокуроры и судьи принимают решения под давлением. То, что эти решения незаконны, мы обязательно докажем не только словами, но и решениями судебных инстанций, в том числе международных. Адвокат Марины Таубер Аурелию Каленко прокомментировал позицию прокуратуры, которая считает, что Таубер может повлиять на ход дела, находясь на свободе. Прокурор заявляет о том, что подсудимое может повлиять на ход следствия. Мы с вами видели, что еще в апреле практически все материалы обвинения, как в рамках уголовного дела, так и в рамках мероприятий под прикрытием, были прикреплены к делу и представлены Конституционному суду. Поэтому говорить о том, что следствию могут помешать следствие действий Марины Таубер, бессмысленно. Марина Таубер была задержана в понедельник 1 мая в аэропорту Кишинева по пути в Тель-Авив. Депутат тогда заявила, что оповестила все контрольные органы и намеревалась посетить Израиль в медицинских целях. Вице-председатель партии ШОР фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с незаконным финансированием партии ШОР, а также подделкой финансовых отчетов. Все обвинения Таубер отрицает и считает свое дело политическим.